Всем доброго времени суток друзья, вы не ошиблись, сегодня мы будем говорить о Bluestacks 4. Если верить словам разработчиков, то данная версия сильно отличается от Bluestacks 3 и по скорости работы превосходит его как минимум в 6 раз. И это не всё, он работает быстрее не только чем прошлая версия, так же быстрее чем многие топовые флагманские устройства. По результатам тестов в самых популярных играх, Bluestacks 4 работает в 6, даже в 8 раз быстрее чем тот же самый Galaxy S9+. Так же была доработана и улучшена система управления в играх. Добавили совершенно новый редактор, новые возможности, новые готовые шаблоны под популярные игры, пофиксили баги и многое другое. Вы думаете что на этом всё? А вот и нет, они даже не забыли про систему Bluestacks поинтов. Что уж там поинты, можно сказать был полный апгрейд мира Bluestacks. Был изменён и улучшен магазин Bluestacks, добавлены новые реальные товары за виртуальную валюту. В общем реклама была достаточно мощная и давайте сейчас проверим так ли всё это на самом деле. Для этого переходим на сайт Bluestacks и скачиваем файл для установки. Инсталлятор весит примерно 400 мегабайт, поэтому особо много ждать не придётся. Давайте сразу перейдём к процессу установки. И первым делом конечно же стоит выбрать путь, где будет храниться наш эмулятор. Напоминаю что для полноценной работы эмулятора необходимо иметь как минимум 4 гига свободного места. Так что все остальные системные требования вы сейчас видите у себя на экране. После всего остаётся только принимать лицензию, можно даже прочитать, но я это ставлю для параноиков. Самоустановка тоже занимает не так и много времени, в конце просто нажимаем завершить и наконец-то открывается наш долгожданный эмулятор. Первый запуск как правило всегда долгий, поэтому немного терпим. После запуска проходим стандартную авторизацию, вводим свою почту, свой пароль и принимаем условия соглашения. Далее в зависимости от того по какой ссылке вы скачивали блюстакс, открывается именно та самая игра для быстрой установки. Мелочь конечно, но приятно. И приятные бонусы на этом не заканчиваются, разработчики вводят всё больше новых возможностей для активных пользователей. Такие как суперфан, где можно зарабатывать дополнительные блюстакс поинты. Некоторые думают, что они бесполезны, но это далеко не так. За них можно же приобретать реальные вещи и на мой взгляд это только начало. Во что превратится мир блюстакса и блюстакс маркет покажет лишь время. А пока что давайте поговорим о тех возможностях, которые доступны нам сейчас. Как вы могли заметить интерфейс стал уже более компактным. Есть например несколько способов быстро добавить игру или приложение. Первый вариант это через быстрый поиск. Далее у нас привычный нам центр приложения от блюстакс. И конечно же гугл плей. Куда же без него. Идем дальше по меню. И следующий элемент это новый уровень. Новая и достаточно забавная функция эмулятора, про это тоже скоро подробно поговорим. Здесь у нас есть возможность сразу перейти к картам, но пока что этого делать не будем. Лучше откроем мир блюстакса. Начнем наверное сверху и первый пункт играть. Но это не совсем игра. Это скорее автоматический конкурс от самого эмулятора, где есть возможность выиграть призы каждые 2 часа. Условия безумно просты, для того чтобы принимать участие вам достаточно поиграть в какую-то игру 10 минут. Список конечно же можно обновить, это может быть как ваша любимая игра, так и игра которая у вас не установлена. Как вы могли заметить призы достаточно крутые и еще один плюс заключается в том, что вы можете пройти условия всего лишь один раз и после этого весь тем будете участвовать в конкурсе. Так что испытайте свою удачу, от этого вы точно ничего не потеряете. Переходим к следующему пункту, торговая площадь или же предложение. Здесь игроки пытаются обмениваться картами, для чего это делается и как это сделать тоже скоро узнаете. Следующий важный пункт это магазин блюстакса. Здесь как я собственно и говорил, блюстакс поинтов можно обменивать как на реальные, так и виртуальные вещи. Здесь можно покупать футболку, коврик, мышку и думаю это далеко не предел, магазин со временем будет пополняться. Далее у нас не менее важный пункт, это маркет блюстакса, здесь у нас уже продаются карты. Насколько я понимаю здесь на продажу ставят именно сами игроки, так как есть такая функция как продать карту. Можно поставить на продажу все что у нас есть в наличии, так же и наоборот, при желании можно покупать абсолютно все карты, если на это хватает блюстакс поинтов. Покупка происходит моментально, а продажа уже идет по принципу аукциона. С миром блюстакс пока что закончим, но скоро вернемся к нему и посмотрим что такое уровни и для чего нужны карты. Рассматриваем следующий элемент нашего меню, это менеджер который позволяет создавать новое окно блюстакса. Будет интересно для тех кто занимается мультиаккаунтством, вы можете создавать дубликацию эмулятора и запускать несколько аккаунтов одновременно. В некоторых моментах это очень полезно конечно, но я сам этим не занимаюсь, поэтому пока что обойдемся без этого. И последний элемент это справка, здесь можно найти ответы на часто задаваемые вопросы, на такие как как настроить, как скачать, как установить и так далее. Но если вы досмотрите видео до конца, я думаю вы не будете пользоваться справкой. Так что здесь есть стандартный набор приложений, но ими редко приходится пользоваться, поэтому давайте сразу перейдем к более актуальному. Давайте попробуем установить и настроить какую-либо игру, это скорее всего будет PUBG Mobile, как минимум потому что она достаточно популярная и у нашего эмулятора есть спецнастройки для нее. Но прежде чем ее запускать, давайте лучше попробуем разобраться в настройках самого эмулятора. И переходим к самой сложной части нашего видео. Разрешение стоит ставить по собственному желанию, также исходя от параметров монитора, но я бы посоветовал вам ставить именно стандартные настройки. А значение DPI влияет на качество рисунка, которого мы видим на экране. Поэтому ставим 240, чтобы не было ощущения пикселов. И идем дальше, выбор движка. Сразу скажу, что я далеко не мастер по настройкам, и все настройки, которые вы увидите, это результат личного опыта по работе с эмуляторами. Так что в Bluestacks 4 появился новый продвинутый движок, которого я еще даже не успел пробовать. Ядра я всегда ставлю по максимуму, а память выше среднего. Еще раз скажу, что это мои личные настройки, я не претендую на истину. С этими настройками я всегда снимаю видео, играю в игры и так далее. Еще одна забавная штука, которую я заметил, это то, что у каждого компьютера есть свои собственные настройки для эмулятора. У кого-то DirectX работает лучше, а у кого-то наоборот, поэтому лучше протестируйте сами. Но не забывайте, что после изменений лучше всего перезапускать эмулятор. Далее, если пройтись по настройкам, там уже больше ничего важного нет. По сути, самое важное это экранный движок. Настроек не так и много, поэтому не бойтесь экспериментировать. После всего нажимаем перезапустить, перезапускается эмулятор и все готово. А сейчас переходим к самой игре. Как я и говорил, у Bluestacks есть спецнастройка для PUBG Mobile. Называется Xpack. Подобные настройки есть не только для нее, но и при этом далеко не для всех игр. После того, как нажимаем загрузить, появляется такая красивая анимация и в то же время применяются настройки. Как вы могли заметить, у нас изменился фон Bluestacks, помимо этого также улучшилась производительность. И были добавлены новые настройки для клавиатуры. На мой взгляд, это самые важные бонусы, а все остальное лишь на любителя. На вкус и цвет, конечно, товарищей нет, но лично мне нравятся стандартные обои Bluestacks, чем вот эта картинка. Если вам тоже, то после применения Xpack, заходим в настройки, изменить обои и вернуть стандартные. Раз уж поговорили по поводу оформления, давайте отвлечемся немного от игры и поговорим по поводу новой функции скины Bluestacks. Они меняют общий вид нашего эмулятора, просто нажимаем выкупить, переходим в магазин и нам доступно три варианта оформления. Первый вариант это скин L2 Revolution, наша старая добрая игрушка, в которую мы играли долгое время. Заранее мы можем посмотреть, как это примерно будет выглядеть. Смотрим, что нам больше всего нравится, делаем покупку и если это наша первая покупка, то сразу после этого нас ожидает сюрприз. Вот у нас повышается уровень эмулятора. У Bluestacks есть своя система повышения, как для старых, так и для новых пользователей. Так как у меня были Bluestacks поинты и я сделал покупку, я сразу же получаю третий уровень. С каждым уровнем мы получаем все больше монет и в будущем будем получать другие награды тоже. Для получения четвертого уровня необходимо сделать себе собственный аватар, но я это уже сделал давным-давно, поэтому могу спокойно взять награду. Сейчас у себя на экране вы видите все условия и награды этой системы, можете поставить на паузу и поизучать. После четвертого уровня у нас появляется забавная функция разблокировать питомца. По словам разработчиков, они в будущем будут играть роль почтальона, то есть помогут пользователям установить связь между собой. Как именно это будет выглядеть, покажет лишь время, пока что выбираем питомца, называем его как-нибудь и получаем следующий уровень. После пятого уровня мы уже переходим на более сложный этап и уже для повышения уровня нам необходимо иметь определенные карты. Чтобы вы знали, карта Bluestacks выпадает рандомно в то время, пока вы играете в какие-то игры или пользуетесь любым приложением через этот эмулятор. Поскольку я знаю их 220 штук и понятное дело, что выпадение конкретно этих карт надо будет ждать очень долго. Но имеется небольшой лайфхак для быстрого повышения уровня. Для этого заходим в Market Bluestacks, смотрим и запоминаем какие именно карты нам нужны и начинаем их искать. В начальном этапе это очень легко делается, потому что эти карты всегда есть в наличии и они продаются почти что за копейки. После того, как нашли и купили все нужные нам карты, нажимаем обновить и переходим на следующий уровень. Тем самым получаем огромное количество поинтов и различные награды. Но не всегда все так просто, некоторые карты являются редкостью, их никто не продает за просто так и их очень сложно доставать. Одна из них как раз таки у вас на экране, карта справа Rise Bow. Сейчас у нас есть несколько вариантов, как мы можем выйти из этой ситуации. Первый вариант следовать за советом нашего питомца, а он нам советует покупать набор карт в магазине за 5000 поинтов. Сразу скажу, что это далеко не самый разумной выбор, смотрим почему. Никто не дает нам гарантию, что мы получим то, что нам нужно. Да, здесь выпадают редкие карты, но это совсем не то. Другой более разумный вариант это торговая площадь. Но здесь тоже все не так просто, очень сложно заинтересовать людей для обмена и не стоит забывать, что мы не одни такие. Редкие карты всем нужны, все пытаются их заполучить, поэтому для успешного обмена надо в первую очередь изучать своего конкурента. Посмотреть, что он предлагает взамен и подумать, можем ли ему предложить что-то получше. Если все-таки да, то заходим в новое предложение и начинаем делать свою ставку. Здесь, к сожалению, я вам не смогу помочь, потому что я не знаю какие карты лучше, какие хуже и что не было времени это поизучать. Поэтому это дело я оставляю на вас. Я сам лично пробовал поставить тех видов, которых у меня несколько штук, но это не сработало. Поэтому не советую вам делать то же самое, это просто пустая трата времени. Лично я карту Rise Ball нашел в маркете спустя несколько дней. И решил купить, несмотря на то, что она стоила очень дорого, потому что лично на мой взгляд это самый надежный и самый быстрый вариант для прокачки. После этого уже все идет по кругу, опять же нам дают какие-то новые карты, опять же нам надо будет их каким-то образом заполучить и так далее. Но думаю в этом плане уже все понятно, поэтому уже заканчиваем с уровнями и переходим к игре. Но прежде чем открыть ее, давайте вернем наш стандартный дизайн, этот слишком яркий. Как говорится, классика forever. И наконец-таки запускаем нашу игру. При первом же запуске у нас открывается новая система управления. Эта система кардинально отличается от того, что было раньше. Под каждую игру они сделали оттеланное управление и PUBG не стал исключением. Если вам не нравится стандартный шаблон, вы можете просто нажимать на редактировать и изменить все так, как вам захочется. Я например изменил режим стрелбы с F1 на control и так далее, то есть это полностью адаптированный шаблон под меня. Здесь тоже к сожалению конкретных советов давать не получится, потому что это все индивидуально, все зависит от ваших личных предпочтений. А если вам данная система не понравилась, вы можете спокойно вернуть себе старый добрый режим редактирования. Здесь уже все по стандарту, со меню выбираем определенное действие и начинаем забиндить свою клавиатуру. Этим вариантом тоже нужно пользоваться, потому что в игре есть моменты, на которые разработчики эмулятора не обращали внимания, но при этом эти кнопки тоже очень важны. Если вы новичок, я бы посоветовал вам увеличить процент видимости подсказок. Это поможет вам быстро привыкнуть к клавишному управлению и не даст вам забывать о том, какие клавиши за что отвечают. Чтобы это вам особо не помешало, поставьте минимальную видимость, а со временем можете вообще полностью убрать. После запуска, для того чтобы перейти в умный режим управления, нажимаем Ctrl, это в моем случае, а в случае стандартного шаблона нажимаем F1. Хотелось бы сразу заметить, что игра работает достаточно плавно и графика достаточно хорошая, несмотря на то, что у меня запушено много программ для записи и так далее. А сейчас давайте будем смотреть на небольшие отрывки и при этом я постараюсь рассказывать о том, как у меня настроены клавиши. Про клавишу I, наверное, нет смысла рассказывать, изменить я это не стал и так очень удобно, надеюсь все знают для чего она нужна. Здесь я лишь слегка переместил букву F и G для того, чтобы быстро поднимать предметы, на которые не действует автоподбор. Да-да, я знаю это бот, но я всего лишь даю вам отогнуть от моего голоса и от потока информации. Дополнительно для себя забиндил букву T. В стандартном шаблоне такой функции я не нашел, дело в том, что когда вы подходите к трупу, у вас не получается быстро его залутать. Это по сути можно сделать под F для подбора, но лучше всего использовать другую кнопку. Потому что если рядом с коробкой будет другой лут, допустим автомат или еще что-то, у вас получится полный бардак. Следующий момент связан с лечением, это можно конечно всегда делать вручную, но лучше всего использовать бинт. Для этого я использую цифры, например при нажатии 3 у меня открывается список. При повторном нажатии 3 у меня выбирается второй предмет и при нажатии 5 используется активный предмет. То есть 3-3-5 у меня быстрый код для использования энергетиков. Так, почему именно контроль, а не F1? Дело в том, что иногда приходится быстро переключаться на мышку для того, чтобы вручную подбирать какой-то предмет. И контроль отлично справляется с этим. Помимо настроек эмулятора, не стоит также забывать про настройки самой игры. После обновления 0.8 в игру ввели возможность редактировать автоподбор и этим нужно обязательно пользоваться. Как минимум для того, чтобы быстро поднимать гранаты, побольше энергетиков и так далее, настройте все на свой вкус. Давайте досмотрим катку до конца, расскажу вам еще пару подробностей по поводу настроек PUBG Mobile и перейдем к следующей игре. Выигрыш есть, можно поесть. Правильно настроенный эмулятор даст вам огромное перемужество в мобильных играх, не забывайте про это. И конечно же никогда не бойтесь экспериментировать с настройками. А самый простой вариант для экспериментов это перейти в настройки, управление и нажимать на кнопку настроить. После этого у вас открываются все активные кнопки в самой игре и вы можете совместить это с настройками блюстакса. Здесь вам дается полная свобода, вы можете менять расположение иконок, можете обозначать новые клавиши и так далее. Все зависит только от вашей фантазии, попробуйте сделать что-то новое, возможно так вам будет намного удобнее. И ни капли не бойтесь, в случае чего всегда можно сделать спрос настроек. На этом я думаю можем закончить с настройками PUBG Mobile, вроде как затронули все основные моменты. А если у вас еще остались какие-то вопросы, то заходите в наши стримы, мы эту игру часто стримим. А сейчас давайте перейдем к следующей игре. Следующей игрой станет Mobile Legends, она тоже достаточно популярная и у блюстакс имеются свои настройки для нее тоже. Сразу после запуска у нас открывается новый редактор с режимами MOBA и WIST. У каждого варианта свои плюсы и минусы, но я предпочтение отдаю ему на первому. Давайте вкратце посмотрим, что этот режим из себя представляет. Для этого открываем обычайший ролик и смотрим. Первая особенность это управление мышкой. То есть вы просто зажимаете и не отпускаете правую кнопку и этим самым начинается управление и движение персонажа. Если честно для мне это неудобно. Далее атака пробелом это стандарт. Третья особенность это MOBA клавиши. То есть при нажатии у вас активируется умение, но не юзается. Для того чтобы использовать надо будет делать еще пару движений, но для меня это было трудно, поэтому я поставил автоприменение. Вот сначала надо выбрать какое-то направление, потом нажимать на стрелбу и так далее. Этот вариант конечно лучше чем авто, можете использовать если справляетесь. А если нет, то я вам покажу как сделать авто. Далее отмена навыка. По мне очень полезная штука, просто иногда нажимаешь на умение, ждешь противника, а он никак не подходит. В этом случае помогает отмена. Все остальные подробности оставляю на вас, вы можете сами изучать, посмотрев этот ролик в настройках. Я лично не использую оригинальный вариант MOBA, я его немного отредактировал и покажу вам как это сделать. Но ребята, я не устану это повторять, попробуйте сделать что-то сами, возможно у вас получится даже лучше чем у меня, не обязательно следовать моему примеру. Тем более я в этой игре новый, далеко не про, я просто пытаюсь показывать и рассказывать то, как я все делаю сам. Давайте посмотрим как все это выглядит, открываем редактор и переходим в расширенный режим. Это уже мои готовые настройки, как я и говорил, давайте вернем стандартный вариант. Как видно сразу поменялось управление и поменялись значения клавиш. Но даже такой вариант на мой взгляд лучше чем вариант с WIST, потому что здесь обычные кнопки, а у MOBA режим имеются свои дополнительные настройки. Это меню открывается нажатием правой кнопкой мыши, как видно здесь очень много настроек, скорость, радиус и так далее. Я там особо к вариации чего-то изменять не стал, но в любом случае продуманные клавиши намного лучше чем обычные. Итак, как я настраиваю игру под себя. Первым делом я добавляю D5 вместо управления с мышкой. Да, у меня получается некая смесь двух режимов. А все остальные настройки лучше менять через обычный редактор, там все намного удобнее и безопаснее. Базовую атаку я менять не стал, изменил активное умение на SHIFT. Улучшение тоже оставил как есть, тоже удобно. Второе умение поставил на E, так как W не используется для передвижения. Автоприменение оставляем. Третье умение на F, а отменить навык на правый клик. Далее еще пару изменений. Телепорт меняем на T, лечение меняем на C. А первое умение оставляем как есть, меняем лишь его отмену. Таким образом управление для себя я селал вокруг WAST и при этом оставил способности моба режима. Но в целом через эмулятор какой бы он ни был, очень трудно управлять моба игрой в то время, когда у наших мобильных противников есть преимущество в плане сенсора. И конечно же не стоит забывать про настройки самой игры, и не только в VML, не только в PUBG. Во всех играх нужно стараться комбинировать настройки эмулятора с внутренними настройками. Только так можно добиться какого-то эффекта. Например, всегда нужно использовать максимальную производительность. Я лично всегда ставлю по максимуму частота кадров, иногда даже снижая графику, но при этом увеличивая скорость. По поводу управления, можно использовать продвинутый режим и забиндить вот эти маленькие кнопки для того, чтобы их быстро нажимать, быстро переключаться. Но лично для меня это было не очень удобно, поэтому я оставил свободное наведение. Я лично очень долго привыкал к управлению, если вы следили за моими стримами, то скорее всего вы это знаете. И есть вероятность того, что мои настройки вам вовсе не подойдут. Поэтому опять же экспериментируйте сами. А сейчас запустится игра и я постараюсь вам показать все эти настройки на деле. Настройок в этой игре не так и много, но есть пару моментов, на которые стоит облететь внимание. Как видно, умение у нас сейчас выбрано, но для активации нужно действие. От этого можно избавиться, нажимаем правый клик для отмены и нажимаем alt для автоприменения. После этого при нажатии и сразу активируется умение, это уже касается всех умений. На этом я думаю уже можно закончить, это самый основной момент, про который стоит знать. Все остальное я думаю будет понятно по ходу игры, поэтому оставляю вас наедине с отрывками. Всем спасибо за просмотр, до встречи в новых кайдах, видео и стримах. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok